Сегодня в финале встречаются Сергей Баурин, ученик пятого класса Любимое хобби – сборка конструкторов Когда вырастет, планирует заниматься более серьезным, настоящим конструированием Его соперник по игре – Алексей Котов Жизнь у парня, как он сам признался, нормальная, веселая Возможно, перед нами будущий каскадер Есть у парня такое желание Как выяснилось, Сережа и Леша – одноклассники и друзья Итак, друзья, мы с вами в эфире Сейчас нам предстоит определить, кто будет начинать игру первым Сделаем так, я задам один вопрос Кто первый из вас догадается, тот и начнет Скажите, чем знаменателен сентябрь? Давайте вспоминать события сентября В сентябре все ученики идут в школу Согласна Что еще в сентябре происходит, такого немножко глобального? Бабье лето Бабье лето, хорошо Урожай собирают Вот какой молодец! А давай-ка поконкретней, какой урожай собираем? Картошку Картошку! Вот кто у нас будет начинать Будет начинать Алексей Потому что картошка давно стала королевой на наших кухнях Стала вторым хлебом И сейчас мы проверим ваше знание об этом растении Первые вопросы будут посвящены картофелю Леша, приготовься, твой первый вопрос про картошку Сколько дней у нас растет картошка? 365 дней, 90 дней, 150 дней, 2 месяца Как ты думаешь, сколько растет картошка? 365 дней Сережа? Я думаю, 150 Леша, объясни, как у тебя картошка растет целый год? Ну, не знаю А ты когда-нибудь сажал картошку? Нет Не приходилось? Нет, не приходилось Не приходилось Сережа, твоя картошка растет 150 дней Можешь так прикинуть, сколько это месяцев? Ну, 12 Ладно, давай так Вспомните, в каком месяце картошку сажают? В августе Сажают картошку Да, ребята, я вижу огородники из вас еще те Да, весной сажают картошку, в мае И растет картошка в наших широтах примерно 90 дней То есть за лето она у нас вырастает И в сентябре мы ее выкапываем Вот, ну, здесь пока по нулям Жалко Жалко, но зато теперь будешь знать Вопрос про картошку Сережа Что происходит с клубнем картофеля, когда он долго лежит на солнце? Он звереет, он зеленеет, он краснеет, он приобретает шоколадный загар Вот смотрите, мы картошку прячем в погреб, в темноту Значит, ей нельзя лежать на солнце, на свету Если она лежит на свету, что с ней станет? Покраснеет Твое предположение краснеет? Да, она краснеет Алексей, ты как думаешь, что с картошкой происходит? Мне тоже так кажется, что она покраснеет Ох, как ей стыдно, краснеет она у вас Ребята, на самом деле картошка зеленеет Зеленеет Хотела сказать, зеленеет Вот надо было Да Хорошо, сейчас мы попробуем удачу в других вопросах Следующие вопросы будут связаны с самым распространенным мужским именем на Руси Как вы считаете, какое самое распространенное мужское имя на Руси? Алеша Потому что ты Алеша Нет Может быть Иван Старое русское имя Иван, значение этого имени, милость Божья Начинаем с Алексея Какой предмет домашнего обихода русский народ величал именем, отчеством Иван Иванович? Это диван, самовар, стол или буфет? Кого уважительно называли Иван Иваныч? Самовар Самовар, думаешь? Да Тоже самовар Самовар, ну конечно, это самовар, да, правильно Два балла ты заработал, наконец-то Следующий, Ивановский вопрос, Сергею Что делает человек, про которого говорят, что он Ваньку валяет? Спит, шутит, дерется или ругается? Спит Спит? Ваньку валяет, значит спит Леша Шутит Шутит Так что же делает человек, который Ваньку валяет? На самом деле он шутит, а еще дурачится и делает глупости У Леши еще один бонусный балл Ты так не вздыхай, а давай подтягивайся, сейчас еще наверстаем, еще ничего не упущено Сейчас мы с вами сыграем в игру «Верю-не верю» В ней прозвучат вопросы для туристов или путешественников, которые забыли взять с собой компас Будем ориентироваться на местности с помощью окружающих предметов окружающего мира У меня есть пять вопросов, начинать будет Алексей, он весь этот тур начинает Вот тебе нужно выбрать, про что тебе задать вопрос Про волчью стаю, про нору сурка, про оленья рога, про березу или про грибы Какой хочешь? Давайте про березу Про березу, нашу русскую кудрявую березу, хорошо Я тебе сейчас буду задавать вопрос, а ты мне только должен сказать честно, веришь или не веришь, хорошо? Да Веришь ли ты, что кора березы всегда белее и чище с южной стороны А трещины, неровности, наросты находятся всегда на северной стороне дерева Вот веришь или не веришь? Верю Веришь? С юга береза красивее? Да Ну это абсолютно верно, молодец, что веришь в это, правильно, еще два балла у тебя Сережа, выбирай ты, тебе остается про волчью стаю, про норку сурка, про оленья рога и про грибы Про грибы Про грибы, хорошо, давайте про грибы Веришь ли ты, что грибы в основном растут с северной стороны деревьев, пней, кустарников? Не верю Не веришь? Нет Лучше бы поверил, потому что с северной стороны больше влаги, они любят грибы влагу Чтобы ты не сильно расстраивался, давайте еще попробуем сыграть У нас же остались еще вопросы Леша, тебе там остается про что у нас? Про волчью стаю, про норку сурка, про оленья рога Про оленья рога Хорошо Веришь ли ты, что олени в лесу точат свои рога только о северную сторону дерева? Вот ходят по лесу, ищут северную сторону и точат рога Не верю Не веришь? Нет, никогда не поверю Молодец, ты такой неверующий Правильно Ну, Сережа, тебе тут выбор остается небольшой Волчья стая или нора сурка? Волчья стая Волчья стая Хорошо, давай разбираться с волками Веришь ли ты, что в полдень волки встают головой на север и начинают выть? Верю Ты всему веришь? В полдень волки встают обязательно головой на север А, нет, не верю Ну, теперь уже, к сожалению, поздно, Сережа, уже поздно, все Пора подвести итоги финальной засыпки Сережа Баурин сначала растерялся, а потом совсем расстроился У Алексея Котова пока все веселее Сережа, совсем-совсем ты расстроился Давай, соберись и первый начинай цветные вопросы Выбирай свой счастливый цвет Фиолетовый Фиолетовый Хорошо, а мы за тебя держим пальчики и болеем, да, Леш? Сережа, назови известных сказочных братьев в пять букв Кто у нас самые-самые такие братья-сказочники? Братья-грим, только они с двумя или с одной-эм? Все правильно Леша, ты как думаешь? Правильно Все правильно, они действительно с двумя-эм Молодец, только поуверенней Правильно, это братья-грим Так, Леша, давай ты выбирай цвета радуги Желтый, желтый, давай желтый Нет, я не хочу желтый, давайте красный Красный? А что так желтый не хочешь? Не хочу Не хочешь Хорошо, давай красный Как звали друга папы Карла, который подарил ему полено, ставшее впоследствии буратино? Восемь букв Ты в прошлый раз очень хорошо про буратино отвечал, вот тебе еще достался такой вопрос Вот это вот я не очень помню Ну ты вспомни Друг подарил папе Карлу полено, он из него сделал буратино, как этого друга звали? Нет, давайте первую букву открывайте Пожалуйста Ну ладно, я открою первую букву, потом тебе даже еще одну подсказку сделаю Буква Д Друг папы Карла, который подарил ему полено Сережа уже знает, уже улыбается, потом ответишь Нет, не знаю Ну давай еще попытаемся, я тебе его прозвище подсказываю У него было прозвище Сизый нос Я с самого начала подумала, что это Да я помню, что у него Сизый нос был А вот как его звали Да Сережа, давай помогай другу, как звали его Друга? Дровосек Нет Как звали друга папы Карла, который подарил ему полено, ставшее впоследствии буратино? Вам сейчас телезрители хором подсказывают Правда? Да не слышите? Его звали Джузеппе Познакомьтесь с ним обязательно Я же читала, но не помню Ну вот и все, подсчитываем результаты Три балла за цветные вопросы у Сережи, ноль у Леши Общий счет 7-3 в пользу Алексея Котова Сережа, спасибо тебе за игру, за твою смелость, что ты дважды к нам приходил Приходи еще, вот тебе позволю и еще поиграть Пока ты вот до финала не дойдешь, потому что я вижу, как ты настроен Не расстраивайся, мы с тобой идем награждать твоего друга Леша, поздравляю тебя с победой Здесь лежит выигрыш, тысяча рублей, который ты честно заработал Вот, вручаю тебе ее Кстати, посмотри, не забыли положить? Проверь, все надо проверять Есть? Да Как свой выигрыш потратишь? Ну, копить, наверное, буду на что-нибудь Пока еще не решил на что Ну, мы желаем тебе успехов и в учебе, и вообще-вообще во всем Приходи к нам еще Спасибо Приглашаем школьников принять участие в интеллектуальной игре «Один на один» Для участия на нашем сайте в интернете пишите письмо телевизору Указывайте свой возраст, в каком классе учитесь, не забудьте оставить контакты Или звоните нам по телефону 22 542 Ждем вас в игре Ждем вас в игре Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!